Дорогие друзья, начинаем наш вечерний вебинар. Сегодня пятница, 2 июня, лето наступило. Я всех приветствую и, пожалуйста, обратную связь. Как меня слышно и видно, задержка техническая была по одной простой причине. Мой супер ультрабук, вот эти штыкера, где звук, он что-то начинает глючить. Бузель сказал, что надо его менять. Мне так обидно за это. Хочется, чтобы он работал, потому что он легонький, он ультрабук, знаете, да? Круче, чем эппловские, даже я считаю, лично я считаю. Он легонький. Ребята мне подарили его 3, по-моему, 3 года тому назад. Но их сейчас, к сожалению, не производят уже, и запчастей на них нет. И никто ничего не может с ними сделать, но в ближайшее время придется с ним расстаться. И очень-очень будет жалко, по одной простой причине, что я к нему так привык. А мы, наверное, люди определенного возраста, скажем так, с опытом, мы привыкаем к чему-то. И хочется, чтобы это было вечно. Но ничего вечно не бывает. Это тема сегодняшнего вебинара у нас, то, что вы слышали, то, что вы прочитали, дорогие друзья. Это все-таки вот те заголовки, которые я пишу, некоторым людям не нравятся. И это нормально. Я не могу всем нравиться. Но у меня авторские вебинары, мои вебинары, они все время разные. И хочется определенную систему запустить. Помните, да, систему? Но к этой системе мы привыкли как в сетевом маркетинге. Я очень много работаю в сетевом маркетинге. Работал очень долго. И уже больше четырех лет занимаюсь финансовыми направлениями. И вот, ребята, это пошаговые действия. Шаг один, шаг два, шаг три. И результат. Сегодня мы об этом поговорим. То, что я вам обещал, то есть начинать вот некоторые текстовки давать. Я их сегодня тоже дам. Дам. И в чем нюанс? А нюанс заключается в том, что будете ли вы их применять. Это самое главное. Когда я говорю, вот запишите там какие-то фишки, не для всех. Я понимаю, что у нас есть очень крутые ребята, которые присутствуют на вебинаре, которые знают, может быть, даже больше меня. Может быть, они даже круче меня. Это хорошо, это здорово. И я желаю им только одного, чтобы они проводили свои вебинары. По одной простой причине. Я вот вижу Зикруло, Ангелину вижу с Рыбинска. Ребята, которые в сетевом маркетинге очень много сделали, имеют огромный опыт, строят большие структуры. Ольга Ульянова вижу с Новосибирска. Оленька, привет тебе. Вот вижу Людочку Снягани. Сейчас Югра Испания. Она сейчас, наверное, в Испании находится. Я просто так перелистываю и смотрю, кто у нас присутствует на вебинаре. Ну, Тамара Эдуардовна Юницкая. Здесь респект особый. Почему? Потому что она из семьи Юницких. Но она сама по себе личность. Она сама по себе личность. Поэтому респект и уважение. Точно так же Игорю Помогалову вижу. Вот кто пишет, более подробно пишите город, фамилию, может быть, пишите, чтобы можно было поприветствовать. Здорово. Раймонд постоянно у нас на вебинарах присутствует. Правда, Раймонд, ну, выходи в личку, может быть, пообщаемся, чтобы, ну, как бы с людьми хочется быть знакомыми более плотно. Ой, ой, ой. И можно перечислять многих-многих людей. Вот Анатолий Коломейцев в Молдове. Я тоже приветствую. Я просто вот хочется поприветствовать много-много людей. Сейчас, секунду. Людочка с Казахстана. То же самое. Привет огромный. Итак, дорогие друзья. Новичок. Так, Кряжева, Светлана, Новичок, Кингисеп. Кингисеп, кстати, на севере. Мы с Гузель были на севере в свое время со своим проектом «Звездное небо». Ну, я не знаю, Светлана, с вами встречались мы или нет. Вот. Новички – это хорошо. Но у меня нестандартные вебинары. Не для новичков. Почему? Потому что для новичков приходите сначала на вебинар, наверное, Сибирякова Сергея Анатольевича и Леша Сукадоева. Приходите на вебинары Максима. Это там, где подается информация именно непосредственно о проекте. Да, где информация дается о возможностях. Но сегодня, я думаю, вы либо их услышите, либо нет. Вы либо это примете, либо не примете. Либо используете шанс, либо не используете. Выбор будет за вами. И зарегистрировался. Это уже замечательно, чудесно. Тогда я могу провести очень простой такой эксперимент. Людмила, вы прошли регистрацию. Теперь второй шаг. Вам необходимо выбрать тот пакет, который вам будет комфортен. Именно комфортен. В том плане, что не надо загоняться. Как я часто шучу, но это не шутка. Действительно серьезно. Это элементы финансовой грамотности. И повторю, в воскресенье приходите на вебинары финансовой грамотности. Почему? Оплатила замечательно, чудесно, здорово. Респект. Но вот каждая копейка. Сколько вы оплатили? 25 долларов в месяц, 50, 100 долларов. Не имеет значения. Каждая копеечка складывается в ручеек, который превращается в огромную реку, который позволяет нам финансировать проект, создать. Мы созидаем. Вот понимание. Созидатели. Созидатели. 100 долларов. Вообще замечательно, чудесно. Здорово. Искали миллион долларов или тысячи долларов. Тоже был бы респект. Но мне хочется больше респект делать тем людям, которые инвестируют по 25, по 50, по 100, максимум по 200 долларов. Те люди, которые, может быть, отрывают. Не то что, вот понятие отрывают. Да. В данный момент они, может быть, отрывают своего бюджета. Но они тем самым, вот вы сегодня, сегодня непростой будет вебинар. Я вам дам фишку, очень хорошую фишку, которую вы можете использовать для своей работы. Зарабатывать можно уже здесь и сейчас. Я подчеркиваю, здесь и сейчас. А теперь, ребята, такой, знаете, небольшой тренинговый материал, что ли. У каждого из нас есть две жизни. У каждого из нас есть две жизни. И вторая начинается тогда, когда мы понимаем, что... Напишите, пожалуйста, что мы должны понять. Ваше видение. У каждого из нас есть две жизни. И вторая начинается тогда, когда мы понимаем, что... Подумайте, вот быстренько думайте и пишите. Напишите. У каждого из нас есть две жизни. И вторая жизнь начинается тогда, когда мы понимаем, что... Одна жизнь до SkyWay, вторая, время осталось очень мало, зачем мы живем. Эта жизнь быстротечна, свое предназначение. Пишите, ребята, пишите, это важно. Вот выплесните свое видение. Это ваше видение. Это очень-очень важно. Оставить след. Чудесно, замечательно. Время не вернуть. Супер, супер. Эта жизнь одна. Мы сами творим свою реальность. Супер, супер. Жизнь зависит от нас самих. Чудесно, здорово. Пишите, ребята. Пишите. Вот не для меня. Пишите для себя. Пишите для себя. У каждого из нас есть две жизни. И вторая начинается когда. Мы понимаем, что понимаем, что понимаем, что понимаем, что я подчеркиваю, еще раз повторю, у каждого есть две жизни. Можете себе на листочке записать, и потом у вас будут еще варианты выскакивать. И вот эти варианты, они дадут ответ вам. Зачем мы живем, по большому счету? Для чего мы живем? Ради чего мы живем? Ради кого мы живем? Для чего мы живем? У каждого из нас есть две жизни. И вторая начинается тогда, когда мы понимаем, что понимаем, что. Пишите, понимаем, что. И я, чтобы не тянуть сильно время, это мой ответ. Это, наверное, мой ответ будет. Мы понимаем, что она одна. Мы понимаем, что она одна. Я еще раз озвучиваю. У каждого из нас есть две жизни. И вторая начинается тогда, когда мы понимаем, что она одна. Одна жизнь. Ради чего мы живем? Для чего мы живем? А теперь непосредственно тренинговый материал. Пять причин, почему мы, вы, возможно, еще сомневаетесь. Пять причин, почему вы, возможно, еще сомневаетесь. И в этом послании я хочу поделиться с вами топ-5 причин, топ-5 причин, по которым многие люди откладывают на потом принятие, возможно, самых важных решений в своей жизни. И причина номер 1. Скажите, просто сами напишите, кто ответил на грустное. Я всем доволен. У меня все супер. У меня все супер. Напишите, у кого все супер. Просто все сказка. Напишите. Не стесняюсь. Пишите, пишите, что вы вообще в сказке живете. Вот у вас все супер. Это я в шутку. Последнее время, довольно-таки долгое время, когда меня спрашивают, Григорий Михайлович, ну как дела? Я отвечаю, наверное, я тебя очень расстрою, но у меня все великолепно. Ребята, как у вас дела? Вы отвечаете. Дорогой друг, или там Ваня, или Ирина, или кто-то еще, Валя, Валюша. Я тебя, наверное, очень расстрою, но у меня просто все супер. У меня все прет. Это немножко шутка. Помните пофигизм? Тренинг пофигизм. Хочется провести все эти тренинги, повторить, и не один раз повторить. Я не сомневаюсь, 15, а теперь тем более лучше всех. Супер, супер, классно, замечательно, все замечательно, все классно, все здорово. Зикруло, отвечай. Я тебя разочарую маленько, наверное, но у меня все просто замечательно. У меня просто все прет. И пусть человек дальше реагирует, как хочет, на твое высказывание. Это здорово. Так вот, причина номер один. Вы всем довольны. У вас все прет. Вы довольны своим бизнесом, своей работой, может быть. Вы довольны тем доходом, который вы получаете от своего бизнеса, от своего дохода. Доходом, который вам приносит столько... Вот он занимает минимум времени. У вас все классно. И в целом вы видите перспективу вашего будущего. И продолжаете идти своим путем. То есть у вас что-то есть. Я почему это все начинаю сегодня, почему эту тему наметил? Потому что сегодня я общался с очень мощными сетевиками, классными ребятами, просто потрясающими ребятами, которые участвовали в моем проекте еще 6 лет тому назад. И которые сейчас просто у них все прет. У них все замечательно, все супер. Просто все супер. И они в целом четко видят свою перспективу. И продолжают идти своим путем уже три года. Три года. И это если действительно так, я им пожелал, я просто им послал свои поздравления. И сказал им, что вполне возможно, вам нет необходимости вникать в те возможности, которые есть на сегодняшний день. Это, ребята, тренинговый материал. Это то, с чего вы можете начать общение с некоторыми своими партнерами, будущими партнерами. Еще раз, я знаете, так просто зачитаю. Вы довольны своим бизнесом, своей работой, доходом, который вам приносит столько, сколько вы хотите. Которые отнимают у вас минимум времени. Да и в целом вы четко видите свою перспективу будущего. И продолжаете идти своим путем. Если это действительно так, тогда примите мои поздравления. И вам вполне возможно, нет необходимости вникать в те возможности, которые я хотел вам показать. Заметьте, мы никуда никого не зовем, никого не приглашаем, никого не уговариваем. Мы просто констатируем. И помните зеркальное отражение. Это, наверное, самое мощное. Кто вот это понимает, что такое зеркальное отражение мыслей человека, тот будет иметь в этой жизни все. Вот все абсолютно. Он уговорит любого, ушатает, уваляет, что угодно. Хотя обычно самые успешные бизнесмены и предприниматели стараются как раз быть в курсе тех денежных трендов, которые появляются и тех новых возможностей, которые появляются в жизни. Поскольку они знают, что излишнее самодовольство и почивание на лаврах, у меня все есть, у меня денег море. Они понимают, что это ни к чему хорошему не приводит. Это не значит, что у вас раз много денег, значит ничего хорошего. Нет. Но когда человек, как говорят, зазнается, когда у него корона на голове вырастает, он упускает новые шансы. И в конечном счете он может остаться ни с чем. И это в 90% случаях происходит. И я дальше продолжаю в своем послании. Но если вы уже летаете высоко и чувствуете, что вам это уже не актуально, я действительно рад за вас. Я рад за вас. У вас все в шоколаде. Это причина номер один. Этот материал, именно проработанный под нашу технологию, под наши возможности, я в дальнейшем вам сброшу. Вторая причина. Вторая причина. Я напомню вам, ребята, пять причин, почему вы, возможно, еще сомневаетесь. Я не говорю про вас. Вы уже здесь. Но есть новые люди. Есть потенциальные партнеры, которые еще сомневаются. Вот для них это, этот материал. А вам это как тренинговый материал. Вторая причина. Пять причин. Вторая причина. Человек говорит, нет времени. Вот что-то такое, что-то обозначает. И это, знаете, по большому счету, это основной барьер для многих людей. Даже если это действительно самая выгодная возможность для него. Он еще не знает об этом. Он говорит, нет времени. И это основной барьер для большинства людей. Даже если это самая выгодная возможность за всю историю, за все время. Человек говорит, все равно у меня нет времени на это. У меня нет времени этим заниматься. Примеры хотите, приведу. Примеры банальные, которые вы большинство уже знаете эти примеры. Я начну, наверное, с криптовалюты, биткоин. Шесть лет тому назад, даже не шесть, я скажу точно. Да, шесть лет тому назад, в одиннадцатом году, мне начали рассказывать про биткоин. И этот товарищ мне рассказывал из Китая. Зовут его Антон. Он говорит, Горь Михайлович, посмотри, что это такое. Я какой там, какой биткоин? У меня тогда был проект подарков Get One, Get Four. Я его привез из Канады и Соединенных Штатов Америки. Я первый месяц заработал 256 тысяч долларов. Какая там криптовалюта какая-то. Это ничто. И вот для себя я отмечаю, что за это время, за это время вот таких супер-супер, я не знаю, невероятных возможностей, их не так много было. Да практически больше особо и называть нечего. То, что поменяло бы вот очень много и дало бы невероятный шанс. Этот шанс я упустил. Я помню, приводил пример, когда мне в свое время, это еще 25, хоть 25, почти 30 лет тому назад, мне предлагали стать совладельцем сотовой компании. Нашей, челябинской, южноуральской сотовой компании. Сейчас она уже присоединилась, там в холдинг, Вадим присоединилась. Мне предлагали быть совладельцем, чуть не с контрольным пакетом акций. Я сказал, какие сотовые телефоны? Сейчас людям жрать нечего. Это было 89-й год. Жрать нечего. Нужно колбасу, надо сыр и так далее, и так далее. И мы занимались этим вопросом. У меня был самый крупный строительный кооператив. Мы начинали, мы продолжали строительство тепловых электростанций, ГРЭС, ТЭЦ в городах. Это самый крупный кооператив в России был у меня в течение 6 лет. Где все это? Но это та возможность, которую... Ну, не увидел я возможности в мобильной связи. Через 2 года у меня уже была собственная труба, сотовый телефон. Мерседес. Меня в числе первым в Селябинске пригнали из Германии. И позвонил я. Марат, по-моему, звать его. Я уже забыл, как звать его. И он мне сказал, Григорий Михайлович, у меня уже все нормально. У меня уже деньги есть. Вышки, видишь, по городу вышки уже ставим. И по области вышки ставим. Ваши инвестиции уже не нужны. Благодарю вас за то, что вы вспомнили обо мне. Нормально? Нормально. Это те возможности, которые мы упустили. Я уже не буду там еще массу примеров приводить с нашими ваучерами, на которые мы купили кто-то холодильник, кто-то телевизор, кто-то ковер. Но не взяли пакеты акций Морникеля, Сбербанка. Там, допустим, или газовая отрасль, нефтяная отрасль. А те, кто приобрел за свои ваучеры эти акции, сейчас в полном шоколаде. Сегодня я общался с милым человеком, моим партнером во многих компаниях, с Новороссийска, с Игорем. Он тоже привел привет, что он приобрел в то время акции, взял акции одной из компаний российских. И сегодня имеет очень хорошие дивиденды. Итак, причина номер два. Я буду вам напоминать, ребята. Пять причин, почему вы, возможно, еще сомневаетесь. Это не для вас, а для новичков. И вот подобный текст им можно скидывать. Так вот, вторая причина – нет времени. Это основной барьер для многих. Даже если это действительно самая выгодная возможность за всю историю, вы ее не любите. Это нормально. Единственный верный способ – перестать находиться в положении «я думаю, что знаю». А в этом положении, помните мой тренинг, знаю, не знаю, думаю, что знаю. Так вот, единственный верный способ перестать находиться в положении «я думаю, что знаю» – это получить необходимую информацию и сказать «да» или «нет». Помните, да, этот тренинг? Я немножко с вами поработаю по этому тренингу. Скажите, пожалуйста, вы знаете, в каком городе вы живете? Напишите «да» или «нет». Напишите, в каком городе вы живете, «да» или «нет». Не надо называть город, просто напишите «да» или «нет». В каком городе вы живете. Пишите, ребята, все пишите. Пальчиками поработайте маленько, это полезно. Моторика очень полезна. Даже у психологов есть такое определение, то есть старческого маразма по поводу моторики. Бросают там мячик, что-то ещё, человек ловит или не ловит, или плохо ловит, и определяется моторика. Пишите, знаете ли вы, в каком городе вы живёте? Всё нормально, все пишут да, 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 знаете. Второй вопрос. Знаете ли вы расстояние от Земли до Плутона? Пишите быстро, да или нет. Знаете ли вы расстояние от Земли до Плутона? Вот оно, расстояние, да, знаете или нет. Вы честно пишите, да, я не знаю, вот просто не знаю. Если мне вдруг понадобится это знание, я зайду в интернет, напишу расстояние от Земли до Плутона, и я его узнаю. Но если вам это не надо, вы этого знаете и не будете искать его, не будете трудиться там набирать в интернет, правильно? То есть просто, если я знаю, я говорю, я знаю. Если я не знаю, я говорю, не знаю. Но когда мы выходим с предложением к кому-то, 99,9% людей думают, что они знают. Это вот понимание. Думаю, что знаю. Что такое Гербалаев? Я знаю. На самом деле, вот я лично проработал в Гербалаев много лет и бесконечно благодарен. И мой хороший приятель Рауф Валеев из Селябинска, он до сих пор работает в Гербалаев уже, считай, почти 30 лет. И он имеет большие чеки, имеет большие структуры, имеет оздоровительные всевозможные пункты и так далее. Я просто восхищаюсь им, его упорцы. Это по поводу думай, что знаю. Когда я говорю человеку про то, что есть компания Skyway, и вы уже там, он говорит, нет. Вопрос. Возникает вопрос, да? А вы знаете про Skyway? Знаю, говорит. Я всё знаю про Skyway. Я знаю, что это будет через 100 лет. Я знаю это, что уже 40 лет разработки ведутся. Я знаю ещё что-то там. Он не знает. Он думает, что знает. Он думает, что знает. И как только человек признает для себя, что с этого состояния думаю, что знаю, он перейдёт в состояние и признается себе состояние. Я не знаю, у него есть шанс, гигантский шанс, невероятный шанс узнать информацию и принять для себя правильное решение. Заметьте, просто узнать информацию и принять правильное решение. Продолжаю. Причина 2. Нет времени. Это основной барьер для многих. Даже если это действительно самая выгодная возможность за всю историю. Единственный верный способ перестать находиться в положении, я думаю, что знаю, это получить необходимую информацию и сказать да или нет. Вы согласны с этим? Я думаю, что вы с этим будете согласны. Это я не к вам говорю. Это я вам провожу тренинг общения с человеком. Либо через интернет, либо по почте. То, что вы ему напишите. Если же ситуация такова, что вы совсем не можете себе этого позволить. То есть у вас вообще нет времени. То вы меня искренне удивили. Это я так отвечу человеку. Напишу ему, что у вас вообще нет времени. Ни на что. Ни на семью. Ни на это. Вы занимаетесь либо бизнесом, либо чем-то еще таким зарабатыванием денег. Работаете на 10 работах. Так вот, если же ситуация такова, что вы совсем не можете себе этого позволить, то есть вникнуть в то, что происходит, я ему напишу, что вы меня искренне удивили. Третья причина. Третья причина. Время-шанс. Я подчеркиваю. Время-шанс. Возможно, сейчас, сейчас вы считаете, не самое лучшее время для того, чтобы рассмотреть новую возможность. Заметьте. Не самое. Мы зеркальное отображение. Помните, да, тренинг? Зеркальное отображение. Мы констатируем то, что находится в голове у человека, тараканов из головы. Вынимаем. Возможно, сейчас вы считаете, не самое лучшее время для того, чтобы рассмотреть новое возможность. Я как бы обозначу. У вас долги. У вас не хватает денег. У вас больная теща. У вас проблем, может быть, море. Но самая главная проблема в том, что время никого не ждет. Время никого не ждет. И вы можете найти множество причин, уважительных причин, для того, чтобы сегодня что-то не сделать или не обратить на что-то внимание. а потом сказать, ну, я же говорил, что это хорошо. Я же, как бы, я понимал, что это здорово, но только вот там люди уже вот там, а я еще вот здесь. Так вот, подавляющее большинство именно так и поступает. Они проводят свою жизнь в зале ожидания. Вот просто задумайтесь. Большинство людей проводят свою жизнь в зале ожидания. И я смею думать, что вы не из этой категории. А сегодня время вызовов. Время быстрых изменений, быстрых решений. Решения сложнейших проблем и постоянного роста. Но никак не ожидания. Согласны? Это я, как бы, зачитываю вам ту текстовку, которую можно послать человеку и вытащить его, вот из него вытащить всех этих тараканов. Четвертая причина – это плохая самооценка. Чтобы инвестировать деньги в себя, человек должен действительно верить себе и иметь сильную, высокую самооценку. И принимать решения самому. Помните тренинги, да? Когда я говорю, самая страшная фраза, которую я слышу от человека, если он уходит вдруг, он говорит, мне надо посоветоваться. Помните, да? С кем? Мне надо посоветоваться с мамой. Замечательно. То есть в семье решение принимает мама? Нет. А кто? Я. А зачем с мамой советоваться? Мне надо посоветоваться с специалистом, со своим братом. А кто он? А брат занимается, он стоматолог. Супер, здорово. Он специалист на финансах. А мне надо посоветоваться с бабушкой Нюрой, которая во дворе знает все. Чтобы инвестировать деньги в себя, человек должен действительно верить себе и иметь сильную, высокую самооценку и принимать решения самому и брать ответственность на себя. Мне тоже. Вот лично мне очень хочется переложить ответственность на кого-то. Помните, да, тренинг? Переложить ответственность на кого-то. Ну, очень хочется. И потом сказать, ну, ты же мне это говорил, ну, ты же мне это обещал, ну, ты же это. Принимайте решение сами. На основе той информации, которую вы получили, грамотно оценивать риски, соотношение риск-доходность, быть на уроках финансовой грамотности у Магасумова Гузель и Виктора Тарасова. Это очень важно. И если вы не чувствуете и не верите тому, что будет с вами или без вас наша технология, вот, просто вот вы слушаете информацию и не верите тому, что это будет. Да это будет. С вами или без вас это будет. В любом случае. Вы, несомненно, найдете массу причин дисквалифицировать себя. Это, может быть, все возможные причины. Как было сказано в одной хорошей книге, все мы живем в двух ипостасях. Мы все живем в двух ипостасях. Первое. Это реальные ограничения нашей жизни. У меня нет времени. Почему? Потому что я круглыми сутками сижу возле больной мамы. Да. Это бывает. Причина серьезная. У меня есть реальные ограничения и какие-то еще. А вот второе и более важное и что находится у большинства, подавляющего большинства людей, это те преграды, которые мы сами выстраиваем, обосновываем на всю жизнь. Это те стены, которые мы воздвигаем на пути к своему успеху. У меня не получится, потому что. У меня не должно это произойти, потому что. У меня не получится, потому что вот там у меня не получилось. У меня не получится, потому что государство такое. У меня не получится, потому что закон. У меня не получится, потому что люди ничему не верят. У меня не... И вот это у меня не получится, потому что. Это те стены, которые мы сами воздвигаем на пути к своему успеху и финансовому процветанию. Никто это не делает. Это делаем только мы. И когда я слышу фразы типа того, что люди ничему не верят, я спрашиваю всегда, кто это сказал? Ну люди же, люди ничему не верят. Я спрашиваю, кто это сказал? В конечном счете вытаскиваю из человека. Ну кто кто? Ну я это сказал. Как только ты скажешь, что люди все тебе верят. Люди прекрасны. Все. Возможности безграничное количество. Море. Океан возможностей. Денег на земле. Просто несчетное количество. Берите, сколько сможете вынести. Тогда у вас все будет происходить. Это уже отдельные тренинги, связанные с внутренним состоянием, с головой. Как только голову мы начинаем поворачивать в другую сторону, у нас сердце вдруг начинает. Болезни уходят. Деньги приходят. В жизнь приходят невероятные возможности. И так далее, и так далее. Причина номер пять. Возможно, как говорят, у вас есть какой-то козырь в рукаве. Знаете такое выражение? Да, у меня есть козырь в рукаве. Или предполагается козырь в рукаве. Может быть, вы собираетесь удачно выйти замуж. Или удачно жениться. И ваш супруг или супруга будут суперсостоятельными. Но, правда, вы не знаете еще, насколько их состояние, какое их состояние. Но вы в это верите. Возможно, у вас есть очень богатый дядюшка. Правда, где-то далеко-далеко. И вы о нем пока что вообще не знаете. Но уверены, что он скоро умрет, чтобы оставить вам свое гигантское состояние. И еще, что интересно. Недавнее исследование психологов показало, что 42% людей верят и видят в свое успешное будущее. Я подчеркиваю, 42% людей. Это не мои исследования. Но они подтверждены. Что большинство людей видят в свое успешное будущее в выигрыше, в лотерею. Это так как бы условно, но... Это то есть поучаствовать в хайпе, где обещают невероятные дивиденды. Поучаствовать в программе, где... Это, знаете, такое завышенное ожидание, о чем Виктор Тарасов говорит очень часто. И Виктор Бабурин говорит часто. И наши спикеры. Это об этом говорит и Сибиряков Сергей Анатольевич, и Леша Суходоев, и Инета Аджана, и Ирина Волкова, и Володя Маслов. Завышенные ожидания. Они не должны быть завышенные. Как Тарасов говорит, если будет 20% годовых доходностей, это супер. Если 100%, это, конечно, замечательно. Если 1000%, это вау. А может быть и 10 тысяч. Помните, да? Размещение акций, как группы компаний Alibaba, это IT-технологии, это технологии продаж, это интернет-магазин, это просто товары, перепродажа товаров фактически. Темпы роста. В 2014 году компания выходит на IPO, публичное размещение, темпы роста акций 1 миллион 700% в месяц. Сказка. Это реальность. И в заключение я как бы пишу, вот то, что я разбавляюсь, я все это могу вам дать одним текстом. Это небольшое письмо. Я подтверждаю. Хорошо. В любом случае, вам надо принять решение. Я не знаю, каким оно будет. Но главное, будьте честны с собой. Отбросьте оправдания, сомнения и четко, уверенно сделайте выбор. Получить информацию, изучить ее и сказать, либо да, либо нет. Если вы упустите этот шанс стать совладельцем самого крупного бизнеса за всю историю цивилизации, скорее всего, вы будете очень сожалеть об этом уже в ближайшие несколько лет. А мы просто даем вам шанс сопричастности в создании не просто крупнейшей корпорации, но для многих людей это тоже важно. шанс спасти миллионы жизней. Юра Зубе, помните, пример приводил, что каждый вложенный доллар сохраняет одну жизнь. То есть не только спасти миллионы жизней, но и сделать нашу планету чище и однажды сказать вау, мы это сделали. Дорогие друзья, я желаю всем хорошего пятничного вечера, хороших выходных в воскресенье. Подождите, подождите воскресенье, но все равно следите за новостями в воскресенье, все-таки я думаю, что мы проведем воскресный вебинар с Маласумовой Гузель и с возможно Виктор Тарасов находится в командировке и но в любом случае до встречи в крайнем случае во вторник на нашем вебинаре. Во вторник возможно я буду уже в Крыму. Еще раз всем благодарность и респект за то, что вы сегодня кстати в Челябинске у нас замечательная погода, температура сегодня была 29 градусов, шел легкий дождичек, никаких ураганов у нас не было и не должно быть и желаю чтобы во всех регионах была чудесная летняя погода, чтобы у вас было чудесное настроение, чтобы все были здоровы, живы, богаты и дорогие друзья двигаемся к цели впереди Экофест. Если кто-то еще не принял решение, принимайте решение, это очень важно. Быть на Экофесте, когда мы были на первом Экофесте, после него ну мы приехали просто ну нас глаза горят, глаза горят, уже никаких сомнений нет о том, что вы видите сегодня в новостях, посмотрите в новостях, в Capital эти новости выставлены, то, что происходит сейчас на территории Экофеста. Итак, дорогие друзья, всем огромная благодарность, до встречи на следующем вебинаре, с вами был Григорий Мирошниченко, группа компании Skyway и берите билеты на Экофест. Все, дорогие друзья, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok